Доброе утро, Бокертов! Мы начинаем наш третий урок в понедельной главе ИТРО и сейчас мы находимся в месте, которое называется Хорев место, где находится гора Синай мы вышли из Рефидима и пришли к горе Синай и расположились Станом у горы Синай и это был третий месяц по выходе нас со стороны египетской то есть прошло, казалось бы 44 дня одета и получается первый месяц это Ниссан 15 Ниссана мы вышли из Египта потом у нас начался месяц Ияр весь Ияр мы уже идем в пустыню и вот наступил третий месяц месяц называется Сиван и мы находимся у горы Синай и Всевышний разговаривает в Маше он ему объясняет что вас я поднял на орлеиных крыльях наши мудрецы говорят что значит на орлеиных крыльях действительно на природе у орла нет врагов он никого не боится кроме стрелы человека если все птицы переносят своих пинцов в лапах то орел на своей спине он считает если стрела будет человеком пущена то пусть поразит меня чем моего детеныша вот так Всевышний нас носит на себе не дает нас в обиду защищает нас во всем потом рассказано о том что Всевышний сказал Маше что вы стирайте одежды свои сегодня и завтра и будьте готовы к третьему дню ибо сойдет Всевышний на гору очень интересно получается у нас если мы смотрим главу Беаладха значит в главе Беаладха написано что родная сестра Маше Мирьям с его родным братом Агароном поговорили о Маше и Маше казалось бы что-то не так делает говорили они по поводу кушитки которую взял Маше Всевышний тогда Агрона и Мирьям поставил на место дело в том что Мирьям считала что Маше что-то не так делает она встретила Цепору жену Маше и сказала какая ты красивая Цепора и она к этому не сильно обрадовалась Мирьям из этого поняла что Маше не спит своей женой и она пошла к своему брату Агарону поговорила об этом что мы выполняем свои обязанности он не выполняет свои обязанности и это все сильно ему не понравилось потому что всю картину видит только он если бы он был в чем-то виноват то это было совсем другое дело если бы Мирьям пришла к Маше и все что считала нужным сказала все было бы прекрасно правильская зевера говорит то все было правильно вот так она обсудилась с третьим лицом то она заслужила наказание что Всевышний ее поразил проказой за это это была очень большая ошибка и Агарон за то что ее выслушал тоже был мгновенно и проказой покрыт потом Всевышний ее сразу убрал чтобы не позорить первого священника и в том что да для обычного человека если возникают какие-то проблемы человек идет к раввину и может с ним беседовать на любую тему какая бы она ни была в данном случае Мирьям тоже так сделала она пошла к раввину он самый главный раввин страны он первый священник и мало того что он родной брат и Маше и Ио то есть в принципе это в своей семье казалось бы ничего они такого плохого не сделали но нет Всевышний счел что это злоязычие это лошонара это то что делать нельзя на самом деле Маше действительно не спал с женой у него и выхода не было потому что написано будьте готовы к третьему дню и приближайтесь к женщине значит когда мы общаемся со Всевышним то к женщине нельзя прикасаться как минимум два дня Маше вообще сказал людям три дня так считают наши мудрецы он даже сделал ограду чтобы никто ничего не перепутал а Маше все годы разговаривал со Всевышним в любой момент мог разговаривать заходить в шатер откровения который будет построен вообще общался с ним и поэтому поэтому он просто не мог себе это позволить поэтому Мирьям и Гарон были наказаны за это из этого мы учим что нужно всегда думать что нам говорить кому и как для этого у нас есть Тора есть у нас другие книги которые объясняют Тору мы по ним учимся этот урок был за поднятие души Яков Бемнахума его папы мой дядя Владимир Бен Григорий Лев Бен Швейль Хая Малка Бат Йосиф Мира Бат Аврам памяти Ури Бен Харитон Мендель Бен Мендель за здоровье Светлана Бат Клара Анна Бат Ривка Полина Перв Бат Соня Сура Женя Бат Ида Моша Бет Минрая Ида Броха Бат Сара Анна Бат Елена Евгений Бен Софья Двоера Бат Мира Моисей Бен Ева Ирина Бат Двоера Инесса Бат Маэль Евгений Бет Берн Евгений Бат Ита и за хороший шедух Арон Арье Бен Двоера всем всего самого на лучшего до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok